Как вы оцениваете результаты Минских соглашений? Приведет ли это к миру? Нет, конечно. Ну, собственно, все очень хотели подписать, потому что все понимают, что единственные силы сегодня, которые очень хочут продолжения военных действий, прямых от Соединенных Штатов Америки, и их прямые кредреты, но, по большому счету, договориться там невозможно, потому что Украина — это страна, в которой есть люди с диаметрально противоположными взглядами, и, ну, условно говоря, их там по 10-15% населения, и с ними ничего нельзя делать, да, они договориться не могут, потому что те, кто за Бандеру, те никогда не признают правильность советского подхода, а те, кто за советский подход, никогда не признают Бандеру героем. То есть уже понятно, да, вот те люди, которые, условно говоря, наши, они не могут позволить, чтобы детей учили по школьным учебникам, в которых Бандера — герой. А те, для которых Бандера — герой, они не могут себе позволить, чтобы их учили на великом подвиге у советского полнорода Великую Отечественную войну. Поэтому договоренности там быть не может, в принципе. Ну, а дальше вот... Посмотрите, уже, значит, украинская сторона, по крайней мере, устами министра иностранных дел, Климкина, уже, по сути, вытирает ноги о Минские соглашения. Говорит, никакую конституцию мы переписывать не будем, никого амнистировать мы не собираемся из лидеров ополчения, хотя это черным по белому написано, пункты можно просто, ну, прочитать. Это что значит? Мы не взяли никаких обязательств, они говорят. Ну, вот, я про это и говорю, что на самом деле целью было добиться, чтобы хотя бы там на какое-то время прекратилась труда. Вы поймите, ситуация следующая. В Евросоюзе до безумия напуганы всей этой историей. Они честно хотели захватить геополитическое пространство и честно считали, что мы, как всегда, все отдадим вместе со всеми там десятками миллионов людей, которые живут на этой территории, которым это не нравится. Ну, условно говоря, из 45 миллионов населения Украины, там 30-35 миллионам такой подход не нравился. Одним он не нравился активно, другим он не нравился пассивно, но не нравился. А на проблемы состоит. И как бы они рассчитали, мы все сдадим, и дальше они, это народное население, начнут постепенно переучивать на правильную... Лад, на правильный лад. Да, а мы в какой-то момент уперлись. То есть когда народ, вот эти вот 30 миллионов человек решили, там кто-то из них сказал, нам это не нравится, мы решили их поддержать. Они взберенились. Как же так? Вы проиграли холодную войну, вы должны лечь и не выпендриваться. Ну, это было сказано прямым текстом, какими-то там американцами. А, это как бы представитель США в ООН об этом сказала открыто, прямым текстом. Да, конечно, мы не всегда действовали правильно, мы иногда говорили глупости, там еще чего-то, но мы первый раз, мы уперлись. И они взберенились, что западные европейцы, что американцы. Но американцы дали команду стрелять. А и началась стрельба. Ну, как бы никто же не спорит, что стрелять начали украинцы. Собственно, ополченцы стрелять еще не могли, у них не было тяжелого вооружения на первом этапе. И вот в этот момент европейцы еще считали, что все нормально. Стреляют у чуших, не своих. А вот когда стало понятно, что там началась война полномасштабная, они испугались, потому что до них подошло, что то, что происходит на Украине, это же скоро будет происходить и у них. И вот тут они любой ценой захотели это остановить. Американцы, в общем, это делать не очень хотели, но когда, значит, им начали объяснять, что будет лишь, ребята, это же, как бы, вы же смотрите, вы добьетесь того, что на той территории, которая уже как бы ваша, восточная Европа, она перестанет быть вашей. Американцы сказали, ну ладно, делайте что хотите, мы как бы пока умываем руки. По этой причине я склонен считать, что картина будет следующая. Значит, на какое-то время стрельба останавливается. Украинцы не будут менять Конституцию, принимать амнистию. Соответственно, их не пустят, никто не будет организовывать выборы, потому что будут сказаны, а какие выборы. Вы сначала, как бы, Конституцию поменяете, амнистию объявите. Как мы можем проводить по украинскому законодательству выборы, если по вашему законодательству мы преступники. У вас же как бы нельзя, чтобы мы... Ну и туда, и туда. Дальше они на этом упрутся. Я думаю, что месяца два-три будет такое вялое, шаткое равновесие, а потом больно начнется снова. Но проблема состоит еще в том, что... Дело в том, что если начать эту программу реализовывать, по полной программе, то есть со шлемой Конституции, то вот этот вот батальон националистический, они сметут Порошенко. А это уже создаст проблемы для Западной Европы и для США, потому что следующую власть будет очень трудно регистрицировать. Два государственных... То есть переворотов за год, это для США перебор. Где же выход? А выхода нету. Тут как бы дело в том, что мы дошли до той точки, где должна быть победа военная. То есть либо Руганск и Донецк затопят в Кали, а те, кто не согласен и останутся в живых, должны будут уезжать в Россию. И тогда, соответственно, будет сказано, что Украина это унитарное государство, все за Бандеру, а те, кто не за Бандеру, у тебя им 24 часа, выезжайте куда хотите. Это один вариант. А вариант второй, наоборот, ополченцы завидно маршем промаршируют по Крещенску. Это другой вариант. Опыта другого нет уже. То есть в нынешних границах Луганская и Донецкая Народные Республики не останутся? Нет, конечно. На самом деле абсолютно очевидно, что мы столкнулись с той же самой проблемой, которая была в 45-м году. Уже понятно, что отступить американцы не могут, потому что у них уже начались внутри, у них внутри началась фронта. Мы видим, что там премьер-министр Венгрии уже говорит, наше будущее с таможенным союзом, ну, евразийским, а не с Евросоюзом. Уже в Польше люди пока еще, грубо говоря, по кухне говорят, что, в общем, мы сделали ошибку. Политически это пока нельзя сказать вслух, но, в общем, уже понятно, что в этом направлении все идет. А уже в Греции начинаются проблемы, а дальше будет Испания, а потом Италия, а потом Франция. И в этой ситуации они не могут отступить, потому что, если они отступят, то у них все потопится сразу, как вот в карточном домике. Они должны стоять до конца. Другое дело, что они сами-то не могут. Вы же понимаете, что оружие поставляя, не поставляя, воюют люди. А если людям воевать не за что, то вот, собственно говоря, у оплачения в Новороссии имеет всего одна проблема. У них нет образа победы. То есть непонятно, за что воевать. Вот, какой флаг у них. Да, вот, я бы им сказал, ребята, мы тут сейчас, когда возьмем Киев и поднимем там что? Новороссия? Какой флаг они поднимут в Киеве? Ну, вот какой-то флаг Новороссии, может быть. Нельзя. Киев, это не Новороссия. Это уже не Новороссия, да. Новороссия, это вот дуга, да. Кальково до Одессы через... Донецк. Донецк. А вот эта часть, это уже не Новороссия. То есть они должны поднять либо красный флаг, либо они должны понять, либо они должны воевать за царя-батюшку. Михаил Ильич, очень любопытный анализ. Если к экономике обратиться, вот уж извините, что я так приземленно про нефть хочу спросить. 61,47 сейчас смотрю котировки. Сегодняшний рывок, он как-то связан с итогами минских переговоров? Ну, знаете, это у вас очень сложно. Я думаю, что нет. Я думаю, что проблема в том, что когда цена опустилась до 50, это оказалось очень сильным ударом по Соединенным Штатам Америки, маяки качнутся в другую сторону. То есть для них оптимальная цена 70-80. То есть пока от 110 шло к 80, все у них улучшалось. Когда пошло вниз, все стало ухудшаться снова. Там под этим имеется очень четкий экономический механизм. Дело в том, что основное кредитование американской экономики, за счет которого они, собственно, нарисовали экономический рост за последние 2-3 года, оно шло в энергетику сланцевую. И оно шло в предположении, что где-то 70 будет цена, 80 при цене ниже эти кредиты нельзя возвратить. То есть начинаются массовые банкротства и начинаются системные экономические проблемы. То есть им для того, чтобы сохранить баланс нормальной банковской системы, нужно поднимать цену выше, даже не выше 70, а скорее около 80, чтобы она была сегодня. Вот. Как только они это делают иначе, у них начинаются дикие проблемы. Вот. Но сказать вам точно, почему вот именно вчера на 4 доллара выросло, я не могу, нет для этого, на самом деле, оснований. И более того, я подозреваю, что это возможно, потому что это анализ, которого для него нужны какие-то модели. Понятно. Слишком много факторов. Михаил Ильич, хорошо, тогда вопрос о санкциях. Сейчас снова, значит, нас пугают. 16-го числа введут тот пакет, который уже был утвержден. США то говорят, что может быть смягчат, то снова усилят. Вы как видите перспективы этого санкционного давления? Насколько у российской экономики хватит прочности? Нет, ну я же сказал, да, что основной вопрос, что отступить невозможно на Украине. Значит, что такое отступить невозможно? Значит, что Луганск и Донбасс, Новороссия должны отступить. Поскольку выиграть без нас они не могут, значит, на нас нужно надавить так, чтобы мы отступили. С другой стороны, если надавить слишком сильно, то возможно обрушение мировой экономики, поскольку она на ладон дышит. По этой причине надо максимальным образом пугать. Вот. Именно поэтому нужно создавать максимальные проблемы конкретно людям, которые находятся в окружении Путина. Именно этим они и занимаются. Нет, они, конечно же, не отступят. Они будут продолжать давить, независимо от того, как будет происходить эти самые пресловутые минские соглашения. При этом, ну, посмотрите же, вам же все было сказано, там, когда вчера или сегодня, о том, что санкции на Россию за неисполнение минских соглашений накладываются, а санкции на Украину нет, конечно, нет. Но по вполне понятным причинам. Еще раз повторяю, для Соединенных Штатов Америки в Киеве сидят свои, а в Донбассе и этом самом чужие. Поэтому никакой справедливости и баланса и речи не идет. Речь идет исключительно о тотальном, о тотальной победе. Бега состоит в том, что то, что Синицкие, в общем, выиграть не может при прочих равных условиях, по этой причине надо каким-то образом эти условия изменить. Спасибо. Михаил Хазин, экономист, руководитель компании экспертного консультирования «Ниакон». Его комментарии итогов минских переговоров и перспектив развития ситуации в Донбассе.